Компания Телец Агро заморозила строительство крупного животноводческого комплекса. Причины объяснили представители предприятия. Больше сотни жалоб во время выборов в свою оценку избирательной кампании дал глава региона. Снизить налоги и ужесточить надзор. Игроки рынка платной медицины прогнозируют рост при большем внимании государства. Далее подробнее новости на РБК Перем в студии Станислав Загайнов. В Кунгурском районе Прикаме заморожена стройка крупного животноводческого комплекса по производству молока. Об этом телеканалу рассказал глава сельхозпредприятия Телец Агро. Причина – нехватка финансов. Мясоперерабатывающий холдинг начал строительство собственного молочного комплекса на 2000 голов 4 года назад. В 2013-м проект был презентован главами сельхоза России Николая Федорова. Оценочная стоимость объекта на тот момент составляла 700 миллионов рублей. Однако годом позже, после безуспешной попытки найти финансирование, Телец отказался от планов. Как сообщил телеканаловый источник Кунгурской администрации, кредитные учреждения, включая Россельхозбанк, неоднократно отказывали холдингу в предоставлении заемных средств. А обращения в Краевой Минсельхоз якобы остались без ответа. Источники издания «Коммерсант» в Минсельхозе края утверждают, что проектом Телца заинтересовались инвесторы, но пока они неизвестны. Губернатор Виктор Басаргин назвал прошедшие выборы в законодательные органы власти трех уровней честными и открытыми. Всего в Краевой избирком поступило 118 жалоб. Глава региона отметил, что это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. Всего в процедуре участвовало 2500 кандидатов и 14 партий. Впервые было более 8500 наблюдателей на всех участках. То есть это примерно тоже 7-8 человек на каждый участок. У нас были представители ОГСЕ, были представители СНГ. Все они по итогам выборов отметили абсолютно открытый характер этих выборов, честную борьбу. Губернатор заявил о том, что может обновить и исполнительную власть. По его словам, это касается руководителей краевых ведомств. Глава региона отметил, что готов участвовать в выборах губернатора в следующем году, если получит поддержку президента страны. За первый месяц работы платные парковки собрали 1 миллион 800 тысяч рублей. Это данные городской администрации. При этом задачи проекта «Парковочное пространство Перми» пока не выполняются, добавляют в дирекции дорожного движения. Главная цель – снизить трафик в центре города и увеличить скорость освобождения парковочных мест. Также стимулировать пермяков пользоваться общественным транспортом. Представители городских экстренных служб, а также перевозчики пока изменений не заметили. Этого ждут после 1 октября, когда автовладельцев начнут штрафовать за неоплаченную парковку. Деньги, полученные от платных парковок, поступают в бюджет города и не имеют целевого назначения. По словам администрации, как правило, высвобожденные средства уходят в дорожный фонд. Рынок платной медицины однозначно будет расти как до конца года, так и в 2017. Такого мнения придерживаются специалисты отрасли. Однако зависеть он будет от уровня жизни населения и отношения к государству. За 4 последних года динамика в отрасли неуклонно росла. Только в прошлом году объем платных медицинских услуг населению в Прикаме составил почти 9 миллиардов рублей. При этом повышение стоимости платных услуг идет низкими темпами, не опережающими темпы инфляции. Вместо прямого изменения цены учреждения для привлечения клиентов используют инструменты скидок, бонусов, долгосрочные накопительные программы. В это же время, по мнению экспертов, востребованность услуг напрямую зависит от социальной политики государства. Рынок медицины, медицинских услуг все равно будет зависеть от уровня жизни населения. Если уровень жизни населения будет достаточный, то независимо от того, сколько государство вкладывает в бесплатную медицину, частные медицинские центры будут развиваться. Или они будут оказывать платные медицинские услуги физическим лицам, или они пойдут в ОМС, если там будет достойная оплата. Специалисты отрасли отмечают, что медучреждения стали бы более доступными для большего количества людей, в случае, если бы государство понизило налоги для частных предприятий. При этом отмечают, что необходимо ужесточить надзор за деятельностью частных клиник и взять под контроль качество предоставляемых услуг. Больше новостей на нашем сайте. До встречи на РБК. РБК Перм. Ракурс. Субсидии для бизнеса. Миф или реальность? Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...